приветствую всех любителей хорошего инструмента вы на канале industrial tool меня зовут андрей и сегодняшнем ролике я хочу вас познакомить с инструментом под брендом божет я думаю многие первый раз слышат об этом бренде я в принципе тоже недавно о нем узнал поэтому давайте вместе разбираться что это такое откуда появилась и кто у этого названия хозяин погнали все кто следит за новинками различных инструментов увидели что у многих блогеров сейчас появились обзоры на инструмент под брендом сеникс так вот сеникс это бренд корпорации яд в китае вообще инструмент весь представлен под названием яд в россии же северной америки и европе это идет под брендом сеникс сеникс это профессиональная техника она идет как для садовки так и строительная из техника аккумуляторной много техники компания яд вообще изначально она в 2002 году появилась производила инструмент для крупных а брендов потом стала производить свой инструмент и вот в 2023 году на российский рынок она решила вывести ну как указано в каталоге полупрофессиональный инструмент под брендом боджет то есть это тот же яд но чуть-чуть подешевле чем сеникс здесь больше проводного инструмента но также есть и аккумуляторный инструмент причем некоторые есть модели они по моему точно такие же как и сеникс ну может быть в чем-то удешевлены не знаю пока у меня то что на столе и это мы сегодня рассмотрим распакуем и посмотрим как это выглядит долго думал как снять ролик чтобы он был покороче и все это вместе показать поэтому в этом ролике будет только знакомство с инструментом а всякие там разборы и тесты я сделаю для каждой модели отдельный ролик ну а вы напишите в комментариях на какой инструмент в первую очередь хочется увидеть обзор а пока давайте вместе рассматривать открывать короче погнали первым давайте рассмотрим фрезер он продается в чемодане пластиковом сверху у нас есть такая картоночка с информацией об инструменте первым давайте рассмотрим фрезер поставляется в пластиком чемодане на чемодане картоночка вот такая красочная указано один год гарантии по моему на весь инструмент идет один год гарантии причем где-то в каталоге видел безусловной гарантии то есть инструмент вам не ремонтируют а скорее всего меняют на новый но это уточнять нужно ну по моему так и есть из характеристик здесь 12 санга максимальная 23000 оборотов мощность 2100 ватт модель его ерт 2100 толстенький чемодан фрезеры обычно просто в коробках обычных продаются здесь же у нас и имеется чемоданчик что удобно внутри есть инструкция кстати хочу обратить внимание полностью на русском языке и все я открывал все коробочки все инструкции сделаны на русском языке и даже есть вот сайт у них боже . ру сам фрезер в таком пакетике спрятан давайте посмотрим для начала комплектацию то здесь есть есть вот такая направляющая копировальная втулка запасные щетки еще ролик ключ скоба и две цанги и какой-то барашек винт цанги давайте замеряем на 6 миллиметров и 2 цанга идет на 8 миллиметров шнур у аппарата идет но мягкий но обычный дешевый шнур 2 на 1 миллиметр вилка наша европейская жесткая пружина прямо тяжело нажимать на шильдики есть какой-то штрих-код по-русски даже вот написано фрезер его модель параметры технические спереди логотип budget регулировка оборотов кнопка включения можно зафиксировать принципе все как и на обычных фрезерах также имеется для смены оснастки здесь кнопочка и прикручена защитная стеклышко от пыли есть фиксированная регулировка высоты в нескольких положениях вот раз два три четыре сразу пять положений так на всех быстрое перемещение вот этой вот резьбы ну я фрезерами не работал их только ремонтировал поэтому сказать ничего не могу не столлер ну по качеству сборки что могу сказать пластик конечно ну видно вот облои имеются такой инструмент дешевый инструмент для дома давайте включим посмотрим как включается а а а имеется плавный пуск работает тихо плавно ничего не шумит я думаю для дома вполне себе хороший отличный фризер следующий аппарат это ленточная шлифовальная машина модель и bs 900 характеристики краткие 900 ватт скорость регулируется 120 380 оборотов в минуту метров в минуту написано и размеры 75 530 давайте вскроем или сборник в комплекте есть давайте сразу все достанем коробку уберем нашли в машине сразу установлена лента уже и в комплекте есть запасная причем от компании яд то есть своя же лента имеется в комплекте пылесборник со змейкой мешочек но видите он сразу не одевается для этого есть такой переходник для чего-то непонятно ну да ладно верхняя поверхность сделана таким образом чтобы его можно было зафиксировать причем скорее всего вот эти отверстия они сделаны как я понимаю для струбцин имеется такой шильдик на передней ручки регулировка оборотов ручка удобная есть фиксация быстрый доступ к щеткам имеется ну и вот этот болт отвечает барашек за регулировку положения ленты чтобы она не соскочила при установке давайте его включим поставил первую скорость и а шнур идет точно такой же 2 метра и что мы здесь еще можем посмотреть это как меняется к это просто делается как принципе и на всех ослабляем ролик и снимаем ленту здесь у нас вот такие прорезиненные ролики ведущий и ведомый ну в принципе и все следующий инструмент это рубанок 1200 ватт мощный двигатель 16000 оборотов в минуту и ширина обрабатываемого материала 110 миллиметров и рубанок поставляется сразу коробка тяжелая 5,2 килограмма он идет сразу на подставке как всегда инструкция на русском языке комплектуется здесь много различных прибамбасов сказать какие-то шайбочки ключик винтик болтик вот эта ручка я так понимаю для того когда он на столе вот так расположен чтобы зафиксировать его кнопку включения изначально я думал что кнопка включения вот это для фиксации вот как во всех ведь а это наоборот защита для того чтобы его не включили только сначала на нее на нажать потом он включится и для того когда он у нас на столе зафиксирован чтобы сделать себе отдельный выключатель где-нибудь удаленный на розетке например мне кажется вот это вот как раз каким-то образом возможно так ставим но это я так предполагаю инструкции не читал на барашках это все стол прикручен давайте открутим его стол такой килограммчик наверно весит все сняли стол но рубанок реально тяжелый прям металл металл здесь есть смотрим ножи аккуратно чтоб не порезать пальцы шильдик это я не знаю для чего видимо для замены ножей опять же я не плотник и пока не разбирался есть регулировка глубины обработки 3 фаски для того чтобы снимать фаску под углом и подключение пылесоса опять же она сделана такой же мешок и сразу его не наденешь нужно это делать почему-то через переходник причем переходник сделан под конус чуть-чуть видите он этой стороны не входит а этой заходит ну давайте его включим у меня здесь старая проводочка поэтому свет немножечко мигает но аппарат мощный это кстати ножи закрывать в инструкции особо не нарисовано как использовать эту подставку поэтому всему этому нужно разбираться самостоятельно следующий наш герой это сетевой перфоратор модель е р аж 803 положение то есть сверление долбление сверления с ударом максимальный бурт 26 3 джоуля 4900 ударов в минуту и 1100 оборотов поставляется в кейсе с логотипом божет скрываем инструкция перфоратор в пакете и обратили внимание где сверла как все китайцы вставляют ну кейс такой дешевенький прямо бюджет бюджет поэтому такое название бюджет он сэкономит твой бюджет интересно такая тоненькая воде зубила ну зубила одно в комплекте есть что очень даже хорошо и чехольчик приятно что в чехольчике ограничитель вилка здесь уже и шнур другие здесь шнур мягче намного но это и понятно те инструменты для работы в помещении которые мы до этого смотрели а этот инструмент уже для работы возможно на улице зимой и поэтому скорее всего здесь и шнур другой вилка как мы знаем на известных китайских инструментах либо на боши здесь у нас шильдик rotary hammer обычный стандартный перфоратор реверс попробовать надо будет его в работе и шнур здесь видите стяжечкой уже зафиксирован ну перфоратор нужно тестировать плавный пуск есть триггер на выключатель что приятно то есть вообще можно медленно реверс ну надо пробовать в деле конечно ну прорезиненная задняя рукоятка дешевый этот пластик спереди тоже все пластик но по весу как будто он реально в нем есть три джоуля а так конечно надо проверять следующая у нас большая коробочка это штроборез мощность штробореза аж 1400 ватт 9 с половиной тысяч оборотов в минуту бороздодел и и виси 1400 инструкция винтички какие-то защитная картон очка так ручка и ключик для съема сама уши м очка уши м очка вот такого вида тоже защитной ручкой чтобы случайно не включить быстрая замена щеток блин он маленький такой под руку прямо удобно что дальше давайте посмотрим на кожух а вот кожух вам ничего не напоминает мне прям очень напоминает и сейчас я вам покажу что бабам они одна ли это конторка это все делает давайте посмотрим так ну сразу видно не одна но кожухи прям похоже похоже ну сам форм-фактор и так же вот два винтика сюда закручивается единственное что да здесь ручки разные но похоже давайте сравним сами болгарочки болгарочки тоже разные но тоже обе 1400 ватт не все-таки разные но похоже похоже ну здесь я думаю тут понятно все регулировка глубины пиления давайте и включим здесь почему-то аж две проволоки намотали шильдик включаю есть плавный пуск ну обычный штаборез как бы что-то здесь такого инновационного нет я думаю для дома квартиру сделать вполне себе пойдет да и в комплекте не было дисков в интерсколе в этом плане по моему два диска были в комплекте следующий инструмент это лобзик бюджет по-моему вот это будет интересная модель 750 ватт обороты 1500 300 26 миллиметров ход пилки толщина пропила 135 миллиметров дерево алюминий 20 сталь 10 чем он интересный у него первых прорисовывается дизайн в комплекте даже пилка есть фирменная необыкакая божет HCS 6 TPI шнур уже здесь идет как на первых моделях значит в комплекте на шнуре есть шестигранник что вот интересно здесь это то что имеется сзади пылеотвод который снимается сейчас я его попробую снять подошва в комплекте все просто потянули и видите здесь есть в комплекте трубка и уже теперь можно регулировать угол наклона плюс еще смотрите здесь быстросъем не во всех по-моему китайцах то есть быстросъем и если вы обратите внимание помимо режима вот этого подпила с этой стороны есть еще один рычажок а это режим обдува то есть если мы используем пылесос и пылеотвод то режим обдува отключаем а эти же не используем то включаем режим обдува и я так понимаю вот отсюда вон там есть отверстие и идет воздух сейчас проверим откуда воздух идет и также у лобзика имеется регулировка оборотов 6 положений даже есть подсветка не знаю я рукой не почувствовал но уверен что обдув здесь работает а пальцы сюда сувать как бы опасно идем дальше дрель божет и HD 750 по характеристикам у нас что здесь 750 ватт патрон 13 миллиметров 3000 оборотов она еще ударная 48 тысяч ударов в минуту диаметр по дереву 25 по металлу 13 максимальный не знаю по мансу мессонри 13 миллиметров мощная мощная компактная ударная дрель ну да коробочка здесь видно компактненькая комплектуция комплектуется инструкция пластиковый ограничитель не металлический у перфоратора был металлический ручка как и перфоратора дешевого какого-нибудь ну чисто пластик никаких тут обрезинок имеется ключ для патрона шнур стандартный как на всех патрон смазки весь специальном пакетике переключение режимов удар не удар выключатель с регулировкой оборота вот такой с реверсом выключатели я такие не люблю тоже две проволоки надета перерасход проволоки на заводе срочно урезать премию так включил питание а 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 выключатель почему-то видите два раза странно работает поэтому я не люблю такие выключатели шильдик есть до режим удара и обычная домашняя дрелька следующий экземпляр это эксцентриковая шлифмашина 350 ватт и обороты от 800 до 1200 смотрим мешок есть для сбора пыли в комплекте несколько три штуки 60 по 80 по 40 по 60 инструкция и сама вот такая машинка машинку уже так прорезина уже такой приятнее сделано обрезинка выключатель подошва 125 шильдик так одевается пылесборник мешок отсюда снимается шнур уже здесь сделан подороже мягкий приятный который какой мы любим на профессиональной технике ну и корпус здесь прям отличается от как будто какой-то другой завод регулировка оборотов включил питание ну обычная хорошая домашняя шлифмашиночка сетевая предпоследний инструмент это шлифмашиночка и эйджи 900 угловая шлифмашинка 900 ватт в этом аппарате 11000 оборотов 125 миллиметров диски давайте вскроем маленькая коробочка ну увесистая а тут есть вес вес не указан то есть весь инструмент уже сделан именно под россию размеры все от м14 здесь шпиндель в комплекте ручечка вот такая прорезиненная то есть не обычный пластик дешевый кожух с быстросъемом необыкак да машинка без регулировки вот так выглядит увесистая а корпус видите то есть бывают модели с регулировкой значит еще универсальный включается удобно фланцы фланцы нормальной и две проволочки включаем значит плавного пуска нет стартует сразу через отверстие видно что на статоре имеется броня шнур шнур что-то среднее между совсем мягким и тем жестким тоже такой мягкий ну и длина у всех у всех кстати шнуров длина нормальная чуть больше двух метров здесь и и последний аппаратик это аккумуляторная штучка ножницы кусторез аккумуляторные cgs-7.2 то есть всем и 2 вольта комплектуется вот таким зарядным устройством со своей не USB так сказать разъем свой собственный внутри находятся ножницы и они сразу в принципе готовы к работе кнопочку так отодвинул сзади причем можно еще подключать удлинитель ручку а сюда подключаем зарядочку и в комплекте сразу же еще идет кусторез это ножницы здесь еще есть вот такой кусторезик пакетик чтобы смазочка и все это легко меняется вот так сдвинули ножнички сняли кусторезик поставили так надо чтобы вот эта круглая штучка попала попали и задвигаем все зацепили я скажу честно уже пробовал пилить ветки видите чуть-чуть грязненько аппарат прикольный да я возможно не по технике безопасности менял лезвие меняйте когда чехлы все-таки вставлены а то вдруг нечаянно запустите ну все инструменты закончились но в линейке бажет это еще не все там еще очень много всего ищите эти инструменты на маркетплейсах различных на эти инструменты на что есть я отдам ссылочки я знаю вы сейчас меня наверное закидаете какашками в телеграме я уже фотографии выставлял там особо никого это не заинтересовал инструмент ну примерно понимаю почему у меня в подписчиках сидят же все крутые все только на макитах дэволтах поклонники а брендов но давайте смотреть правде глаза зайдите на любую стройку вы там много видите ребят с профессиональным инструментом я например в последнее время что-то их вообще не вижу обычно все дешевая самая примитивная электрическая и я думаю это будет достойный конкурент тому же там вихрю и прочим ну самым нашим популярным инструментом и они не просто так сюда зашли на рынок в принципе в принципе что нужно пробовать смотреть я конечно не смотрел особо по что по ценам и если цена адекватная то я думаю успех у этой линейки в россии будет опять же не среди блогеров таких строительных блогеров которые часто показывают свои инструменты а среди домашних мастеров кто не снимает ролики кто дома работает и как бы не тратит большие деньги на инструмент который например нужен для очень редкой работы так сказать разовый что-то подшлифовать тебе нужно строить например одно что-то здание там беседку себе беседку сделал этого инструмента достаточно потом он у тебя просто лежит многие просто вот так что-то сделали продают вот тот штроборез что у меня лежит человек квартиру сделал и все и выбросил его ну электрику в квартире и больше он ему не нужен он в своей жизни больше штробить не будет и это примерно из той же серии на этом спасибо за просмотр понравилось данное видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока